Говорит и показывает Радио Свобода, это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Еще, наверное, никому не нужно рассказывать, какие события мы сегодня обсуждаем, но у нас в студии уникальный гость. Это человек, который советует Владимиру Путину, как поступать в ситуации, когда Владимир Путин загнан в тупик, и Владимир Путин следует его советам. С нами Леонид Гозман. Здравствуйте, Леонид. Спасибо. А я-то думал, собственного величия не осознаешь никогда. 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 Это в нашем эфире, в эфире радиостанции «Свобода» Леонид Гозман сказал, что единственный выход для Владимира Путина в ситуации, когда выхода нет, это признать уже, наконец, эти республики, и тем самым он откопится от всех, и все откопятся от него. Что-то в этом роде. Блин, да я не так говорил. Ну ладно, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну расскажите, как вы. Хорошо. Я говорил, что он ищет, как ему выйти, сохранить лицо. Да. И вот эта вот идиотская идея с признанием ЛНР и ДНР может быть способом сохранения лица. Советовым таких не давал, ни в коем случае. Хотя, наверное, надо было бы дать, если бы ему доложили, то, может, он бы не стал так делать. Вот. На самом деле, я очень опасаюсь, что это вовсе не сохранение лица, а война. Вот. Что, вот, перефразив немножко Владимир Ильича Ленина, война о необходимости, которой так долго говорили всякие негодяи в нашей стране, объявлена. Вот. Мне кажется, что это война. Я думаю, что они на этом не остановятся и не смогут остановиться. И я исхожу не столько из формальных документов, которые сейчас приняты, но Государственная Дума что-то приняла. И вот вроде бы, мы говорили перед эфиром, что вроде бы в границах они признают реально существующих этих криминальных анклавов. Но я думаю, что они не смогут остановиться. И я сужу по двум вещам, которые для меня очень убедительны. Значит, во-первых, это вчерашний спектакль с якобы заседанием Совета безопасности. И во-вторых, который вообще на самом деле можно сделать куда более серьезные выводы. И во-вторых, я внимательно послушал речь нашего вождя. Он, конечно, хочет войны. Он, конечно, хочет воевать. У меня никаких сомнений нет. Поэтому я думаю, что они на этом не остановятся. Я вижу два сценария развития событий сейчас. Один сценарий. Мы заключаем уже откуда-то взялся, оказывается, он же был подготовлен, договор о дружбе и прочем с этими ЛНРы-ДНРы. И вот, значит, дальше ЛНРы-ДНРы начинают освобождать исконные свои территории. Это то, что принадлежало когда-то Донецкой и Луганской областям, тоже контролируют украинцы. А мы, конечно, миролюбивые очень, но мы верны союзическому долгу, и поэтому мы будем им помогать. Это один вариант. Второй вариант, который может осуществаться практически одновременно, это то, что на нас напали украинцы. Это они на нас напали, они на нас нападают за все нескольких дней, как вы знаете. Один тот разрушенный сортир в Ростовской области, сарайчик, который они выдают за погранпост, это они так границы защищают наши, чего стоят. Но я боюсь здесь вот чего. Я боюсь того, что какие-то мудрые люди в Кремле решат, что это все не тянет на казус Белле. И что они совершают что-нибудь ужасное. Например, расстреляют автобус с детьми, который будет ехать из Донецка или Луганска, спасаться от бандеровцев на территории России. Или возвращаться обратно. Или возвращаться обратно. Они вырастают, что они просто убьют детей, например. Вот это, ну, я уверен, что в смысле совести там в этом смысле все в порядке, они договорятся сами с собой. И вот это будет реальный казус Белле. Поэтому я думаю, что это все-таки война. И я думаю, знаете, поскольку мы с вами в России, то я хотел бы сказать, чем это чревато для России. Украина, я думаю, отобьется. А можно мы других гостей тоже, потому что это важная вещь, вы сейчас сказали. С нами на связи Борис Вишневский из Санкт-Петербурга. Борис, здравствуйте. Здравствуйте. Борис, это вот, собственно, тема, которую сейчас поднял Леонид. Остановятся или не остановятся на этом? Они ведь фактически... Ну, вы знаете, что Украина 8 лет называет эти территории оккупированными. Но не Господом же Богом и не какими-то там разбойниками с улицы. Оккупирована Российская Федерация. Это оккупированные территории по официальной лексике Украины. То есть когда Владимир Путин их признает, ну вот он признал то, что он оккупировал. Вот и все, собственно говоря, все, что произошло на эту минуту, он признал, да, я оккупировал и признаю это. Вот Леонид считает, что не остановится. 8 лет они все-таки стояли на каких-то вот этих позициях. Что вы считаете? Почему, если вы согласны, что не остановится, почему не остановится? И считаете ли вы, что все-таки может остановиться? Может быть, вы так считаете? Это очень трудно прогнозировать, хотя так же, как и Леонид, я, верующий неделю назад, в «Новой газете» четко совершенно сформулировал тот выбор, который, скорее всего, будет ставить перед собой Кремль, или полномасштабный конфликт с военным вторжением в Украину, или признание Луганской и Донецкой так называемых республик, чтобы изобразить происходящее как свою победу. Мне надо сказать, что тогда мало кто верил. Большинство комментаторов уверенно говорили, что все это ерунда, что это только информационная война, что это Путин в себе набивает цены перед переговорами, а никаких реальных действий не будет, и что вот это дудское пресловутое обращение с просьбой о признании, это надо, чтобы он мог сыграть к доброму и злому следователю. Ну, прав оказался я. Что касается дальнейшего, я бы очень просил бы тех, кто нас смотрит, смотреть и на сайте Яблоко, и на всех моих ресурсах официальное заявление партии, сделанное сегодня утром, называется «Шаг к кровопролитию». Мы так расцениваем вот это признание так называемых республик, которые, конечно, никакие не республики, а просто, на мой взгляд, общевременно оккупированы Россией территорией Украины, потому что понятно, что нет там никаких государственных образований. Есть территория путем вооруженного мятежа, выведенной из-под контроля Украины, и на которой поставлены наместники, смотрящие, очень, кстати, комично выглядящие, особенно когда наместник в Донецке – это бывший функционер МММ пресловутого. Конечно, просто потрясающий партнер для Путина по подписанию каких бы то ни было соглашений. Но что будет дальше, у Яблока есть большие опасения. И, конечно, я соглашусь с Леонидом, что Путин вполне может на этом и не остановиться, но ведь он начал-то не вчера и не позавчера. Он начал, если даже не говорить про 2014 год, но уж точно он начал в июле прошлого года. Почитайте, дорогие наши зрители, его июльскую статью прошлогоднюю, наполненную ненавистью к Украине, с полным отрицанием ее государственного суверенитета и территориальной целостности, и вообще отказа ей в субъектности, отказа ей в признании как полноценного государства и с тем же псевдоисторическим бредом про якобы неправильно переданные ей какие-то исторические территории, на которые она не имеет права и которые ей просто дали поддержать, и на самом деле можно в любой момент их забрать обратно. Проблема в том, что у человека, принимающего решения, нет никаких сдерживающих центров, ничего не осталось, нет парламента. Вот мы недавно видели, как парламент в едином порыве поддерживал признание ДНР и ЛНР. Все пять фракций Государственной Думы поддержали это в едином порыве. Еще раз хочу передать большой в кавычках привет агитаторам и сторонникам умного голосования за коммунистов или эсеров, как якобы альтернативу единородцам. Нет никаких альтернатив, есть пять партий войны в Государственной Думе, пять партий Путина в разных костюмах. Я очень надеюсь, что хотя бы теперь те, кто считал, что голосование за коммунистов, они навредят единородцам, ну хотя бы поймут, что они чего-то сделали не так и может в следующий раз уже не будут так поступать. Потому что то, что сейчас происходит, это может демонстрация как раз правоты яблока, которая именно поэтому не поддерживала умное голосование за одних негодяев, противобес якобы другим. Всю ДУСКУ кампанию, хочу напомнить, мы говорили об опасности войны. Нас, к сожалению, не услышали. Вместо этого демократическая общественность увлеченно обсуждала, как они сейчас, поддержав коммунистов, нанесут учерпы динародцам. Вот смотрите, именно коммунистам было поручено внести проект о признании ДНР и ЛНР, а «Единая Россия» за это все проголосовала. Вот нет сдерживающего центра как парламента, нет сдерживающего центра в виде независимых СМИ почти, потому что их очень немного осталось, нет независимого суда, раздавлено там гражданское общество страхом и угрозами и репрессиями. Вот что происходит. Кстати, очень хорошо, что вчера показали заседание Совета Безопасности, потому что, наконец-то, граждане России увидели, кто на самом деле входит в круг лиц, хотя бы формально принимающих решения. Борис, я вам очень благодарна за это выступление, ровно потому что мы как раз хотим показать одно из этих лиц. Там была уникальная совершенно сценка на этом заседании, но сначала я предоставлю слово своему коллеге Александру Демченко в «Донбасс-реале». Александр, вам тот же вопрос, вот все по теме, которую открыл сегодня Леонид Гозман. Может он остановиться или он не может остановиться? Да, по поводу версии абсолютно с Леонидом Гозманом согласен. То есть тут два варианта. Или они выходят на линию разграничения, Путин вводит российские войска на эту территорию, согласно этому уже подписанному договору о военном сотрудничестве, или идет дальше к границам Донецкой и Луганской областей. Просто первый вариант немного оттягивает такое же развитие событий, потому что представим себе, что линия разграничения, фактически линия фронта, это буквально в течение пары следующих дней с одной стороны стоят украинские войска, а с другой стороны уже не вооруженные формирования, которые были до этого под контрольной Россией, а регулярная российская армия. Любой какой-то провокационный обстрел, случайный выстрел или специально спровоцированный приводит уже к международному конфликту и вот этой вот самой большой войне, о которой говорят последние месяцы. Просто постоянно рисовали эти стрелочки, то наступление на Киев, то там еще высадка десанта. Тут оно все пошло в той же конве, только немножко другим сценарием. Спасибо, Александр. Вот вернемся-ка мы к этому замечательному мероприятию, что Совет Безопасности открытый, в прямом эфире. Потом выяснилось, что не совсем в прямом эфире, что он был все-таки записан. Но как-то интересно, он был записан так, что не выстригли то, то, что, казалось бы, нужно вычистить, но не позориться, что ли, и человека не подставлять, руководителя службы внешней разведки Российской Федерации. Мы этот фрагмент посмотрим и обсудим, зачем все это было. Согласился бы с предложением Николая Платоныча о том, что нашим, так сказать, западным партнерам можно дать последний шанс с тем, чтобы предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир и выполнить Минские соглашения. В противном случае мы должны принять то решение, о котором сегодня говорится. В противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я… Или признавать суверенитет их в республике? Да, я… Говорите прямо. Я поддержу предложение о признании… Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей Николаевич. Поддерживаю предложение… Так и скажите. Так и говорю. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет? Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости. Хорошо, пожалуйста. Садитесь, спасибо. Это волшебная сценка. И ведь ее оставили нам для истории, для потомков. Это же чудо какое. Оказалось, такой драматический, трагический, страшный момент. И вот этого школьника, теперь у нас, оказывается, мы знаем, что школьники, которых можно выхлестать, руководят разведкой. Зачем это было? Чтобы с каждым, кто колеблется? По нескольким причинам. Во-первых, для Владимира Владимировича вот так вот хамить и унижать своих сотрудников, это привычное дело. Я хочу напомнить, как своего верного, верного такого, не знаю, оруженосца Дмитрия Пескова, он опустил в дерьмо публично, сказал, что Песков несет какую-то пургу и так далее. Причем замечательно, что Песков после этого не подал заявление об отставке. Потому что, вообще-то говоря, надо уходить. Что ж такое? Если тебя за верного службы вот так вот в дерьмо мордой, то надо уходить. Ну, он, понятное дело, не ушел. Так вот, так что это не первый просто случай. Во-первых, это естественно, видимо, такое поведение, естественно для Владимира Владимировича. А он чем дальше, тем больше становится самим собой. Он ничем не ограничен. Понимаете? Он становится самим собой. Вот. Значит, это первое. Второе. Второе. Как этот, как его. Помните, терминатор, когда он там что-то отваливается, вся эта человеческая оболочка, он вылезает вот таким монстром каким-то железным. Да, вот он вылезает. Значит, второе. Ему надо было показать, кто в лесу главный. А для этого надо кого-то из верхних бояр вот так вот публично опустить, публично унизить и так далее. Он показывает, какой он крутой. Ему надо было их всех повязать кровью, чтобы они все публично сказали, я за. Я за. Отлично. А теперь, ребята, а теперь, ребята, вам соскакивать поздно. Под трибуналом будете все. Не один я, а вы все. Да? Я думаю, что это тоже очень важная такая штука. Ну и, конечно, самое главное вот что. Вы знаете, я думаю, что они уже не понимают, какое это производство впечатления. Ведь на самом деле, вот решение, понятно, было предопределено. Он принял решение раньше. У нас нет вообще никаких органов власти в стране. Парламент это не парламент. Суд это не суд. Понятно. Да, кстати, в этой связи замечательно вам печалится, что в Украине нет независимого суда. Это просто вот, просто песня. Вот. Но Совет Безопасности тоже не Совет Безопасности. Ведь это не заседание. Совет Безопасности. Что это заседание? Когда заседание в редакции, в жилконторе, в правительстве, люди сидят за столом, у них есть какие-то бумаги, у них есть ручка, ручка, блокнотик. Они что-то там записывают, они как-то готовятся, задают вопросы и так далее. Они что-то обсуждают. Здесь сидят, ручки на коленках, ждут, пока вызовут участие. Нет, это он напоминает прием в пионеры. Действительно, что я, вступая в ряды, клянусь, торжественно клянусь, горячо любить свою родину, жить, учиться и так далее. Вот ты, сукин сын, горячо люби свою родину. Да, горячо люби, а ты любишь об этом громко. И не заикайся. И не заикайся. Лена, ведь что это означает? Что нету государства. Вот мы скатились к такому дикому, я не знаю, я не историк, я не знаю, правильно ли говорить, что это раннее средневековье, я не знаю, или это еще дофеодальная какая-то вещь, когда есть только воля князя. И больше вообще ничего, никаких государственных структур не существует. Вообще никаких. Вообще ничего нет. Вот есть его воля. А дальше он выступает 56 минут, нам читает лекцию по истории, из которой понятно, что воюем мы. Вот я слушал внимательно, я внимательно слушал, что он сказал вчера. 56 минут. Значит, за что мы собираемся воевать с Украиной? За то, что когда-то Ленин, Сталин, Хрущев сделали какие-то ошибки. В Грабоне уже давно, в земле, да, раз, ну, кроме Ленина. Значит, за то, что они снесли памятник Суворову. За это мы будем воевать, да, будем памятник Суворову восстанавливать. Или за то, что они нас не любят и, может быть, когда-нибудь поставят оружие, которое будет нам угрожать. Вот за это мы будем воевать сегодня. Это безумие абсолютное, это абсолютное безумие. И мы вчера в этом заседании Совета Безопасности увидели, что нет вообще никого. Он один. Понимаете, вот он сидит в своем этом дезинфицированном гробу огромном, где он живет последние два года, вот в этом бункере, да, и у него в сознании такие, знаете, смутные такие образы мировой истории. Они вот так вот, как, знаете, как во сне сменяют друг друга, да, и он эту историю корректирует. Он живет вот в этом гробу и в абсолютно придуманном им самим мире, да, но проблема в том, таких людей много, пожилые люди в деменции, они так себя ведут часто, но у них нет язерной кнопки, по их приказу не двигаются танки, а здесь-то двигаются танки. Я очень боюсь, что вот я очень боюсь, я думаю, что Украина отобьется. Вы знаете, Леонид, он же закончил довольно тревожной фразой, вот о том, что Украина сама будет виновата, если она будет что-то такое провоцировать, но ведь Украина постоянно провоцирует. Мы сейчас увидим сюжет о том, что Украина не унимаясь засылает своих диверсантов на территорию вот этих несчастных республик и уже и Российской Федерации, не унимаясь. Украина это анатос, инстинкт смерти, она хочет, чтобы на нее наполнили. Да, хочет. Посмотрим, как хочет. В ночь к российским границам Украина выслала две диверсионные группы. Подобные истории об украинских разведчиках снова главная тема для федеральных каналов. В новостях показывают какие-то обгоревшие железяки и утверждают, что это украинская бронетехника, которая заехала на территорию России. Вооруженные силы Украины эту информацию опровергли. На их сайте это и подобные истории помечены сказали секретные планы украинской армии. Этого так называемого шпиона поймали в Донецке. По легенде, его завербовали в Мариупольском ЦУМе и заставляли возить в Донецк непонятные сумки. А этот диверсант работал на Донбасской таможне и почему-то сообщал Киеву, где перемещаются главы донецких боевиков. Взрыв УАЗика возле здания народной милиции с его слов готовили по его наводке. Он же рассказал Первому каналу, что агенты СБУ рассказали ему о том, учениями. Кроме этого, в новостях показывали целое кино про штурм дома с диверсантами. Их обстреливали из автоматов, РПГ и даже бронетранспортера. Одного чудом удалось поймать живым. Теперь этот диверсант, как и предыдущий, дает интервью российским телеканалам и показывает, где якобы спрятал взрывчатку. А эти кадры якобы доказывают, что украинская артиллерия разбомбила два дома с мирными жителями. Все якобы произошло на Донбассе, но возбудил уголовное дело почему-то Следственный комитет России. А этот сарай, по данным ФСБ, был пограничным постом в Ростовской области. Его тоже якобы разбомбили украинцы. Так же, как и вокзал в Донецке. Не верите? Вот вам три секунды отборных доказательств. Все еще не верите? Тогда вот вам российские следователи. Они обследуют яму в Ростовской области. По их словам, ее сотворила запрещенная минскими соглашениями бомба. Все эти истории похожи друг на друга. Срочный вброс об атаке, несколько секунд непонятного видео. Ну и, наконец, атака диверсантов непосредственно на территорию РФ. 21 февраля состоялось заседание Совета безопасности, в ходе которого Александр Бортников рассказал президенту и другим членам Совета об украинских диверсантах. Сегодня в ночь две диверсионные группы военных Украины вышли на границу с Российской Федерацией в Луганской области и с территории Мариуполя. В результате состоявшегося боя наших пограничников при поддержке Министерства обороны России эти две диверсионные группы были уничтожены. Эту тему также поднимали в эфире программы «60 минут» 21 февраля. На территории России в Ростовской области диверсанты тайно перешли границу, продвигались вглубь страны, пятеро украинских диверсантов были ликвидированы, обе бронемашины уничтожены. Один украинский военнослужащий взят в плен. Ясно одно, Запад не соврал и вторжение началось. Только не Путин вторгся на Украину, а Украина пошла войной на Россию даже и на Донбасс. Украина напала на Россию, они вчера говорили. Ну, конечно, конечно, а мы защищаемся. А все время Польша напала на Германию. Я хочу напомнить, в 1939 году Глявец, Польша напала на Германию. Гитлер, это что, Гитлер, вообще ничего. Он миролюбивый человек. Борис, вот вы услышали, что Украина напала на Россию. Посредством вот этих диверсантов, которые бегают с автоматом за БТРом и что-то выкрикивают действительно по-украински. Вы считаете в сегодняшнем современном мире на людей, на аудиторию, даже этих каналов, это будет производить впечатление? Будут ли люди мотивированы вот такими сюжетами для того, чтобы понимать, что надо пойти дальше, чем вот эта оккупация, к которой вы уже привыкли? На кого-то подействует, на кого-то нет. Знаете, это же все в стилистике распятых мальчиков, украинских истребителей, которые сбили Боинг, испанских диспетчеров и прочего, и прочего, и прочего. Кстати, если возвращаться к заседанию так называемого Совета Безопасности, то это ведь типично такой воровской принцип, действительно все по кругу должны высказаться, чтобы никто не смел уклониться и смолчать, это просто обязательное условие, причем все должны горячо поддержать. Вот мой давний друг, правозащитник, сын Александра Галича, Гриша Михайлов-Вайтенко, сегодня вспоминал, что ему это напомнило. Он это напомнило, конечно же, в собрании по исключению Александра Галича и Союза писателей, где тоже все должны были встать и поддержать, а когда несколько человек не поддержали, устроили переголосование, объяснив им, что там наверху просили, чтобы голосование было единогласным. И голосование тут же стало, естественно, единогласным. Вот это Совет Безопасности, это было там что-то среднее между сходкой, где все должны быть повязаны к луговой порокой, и собранием по исключению Галича, или общими собраниями по осуждению врагов народа в сталинские времена, где тоже каждый, кто посмел бы не осудить, он потенциально оказывался бы следующей жертвой репрессии, следующим объектом для осуждения. Вот такие у меня ассоциации возникали. Что касается возможных нападений Украины на Россию, каких-то там литических диверсантов, знаете, нам тут показали несколько дней назад якобы схваченного украинского агента Моценюка в чистенькой одежде, хорошо выглядящего, без следов, битья, который охотно рассказывал журналисту на камеру, как украинский куратор объяснял ему, как будут бомбить Донецк и нападать на Донбасс. Но это же просто сказки для маленьких детей, понимаете? Все это по принципу слон и слон, только не бейте больше. Мне и малейше доказать, что действительно какой-то украинский агент. Те же самые диверсанты с автоматами, но нету и ни малейшей просто веры тем, кто про это рассказывает, просто по той причине, что ровно эти люди нам рассказывали раньше про то, что их там нет в Крыму, про зеленых человечков, что Бук это не наш. Вы меня, пожалуйста, простите, я не про вас спросила, как раз зеленые человечки, то есть вот эти вот мальчики распятые, они отлично действовали, они отлично натравили население Российской Федерации на украинцев, отлично сработали. Про вас я даже и не спрашивала, про ваше восприятие. Нет, уже есть опросы, уже понятно, есть данные, которые позволяют предсказывать эту реакцию. Опросы Левада Центра недавний относится, кто, если начнется война между Россией и Украиной, то кто виноват. Всего 4% нашего населения, всего 4% считают, что виновата будет наша страна. Все остальные распределяют ответственность между Соединенными Штатами, которые, конечно, главные враги, Украины, Европы, еще чем-то, еще чем-то, но кто-то не знает, разумеется, но, в общем-то, надо понимать, что пропаганда в смысле ненависти к врагам, она великолепно сработала. Другое дело, другое дело, что когда и если начнется уже начнутся масштабные боевые действия, я почти уверен, что они очень скоро начнутся, и к нам сюда пойдут, к сожалению, гробы с телами наших сограждан, убитых там, вот этого Путину не простят. Вот этого ему не простит его электорат. И я думаю, что одна из причин, почему они сейчас пошли, то есть он пошел на эту авантюру, потому что нет никаких их, они нам продемонстрировали вчера, почему он пошел на эту авантюру, потому что он верит, он сам верит в националистические предрассудки относительно украинцев, он действительно ненавидит и презирает, как ненавидит и презирает всех вообще, да, значит, из каждого утюга. А с кем там воевать? Они воевать не умеют, а они тут же разбегутся, они свое оружие тут же продадут. Это по всем каналам идет. Это, кстати, про тех самых людей, которые в составе Красной Армии разгромили Гитлера, про тех самых людей, которые до 50-х годов сопротивлялись советской оккупации на западе Украины, да, но какая же разница? Так вот, а если они верят, что, и он верит, что все будет легко, то чего бы не пойти? Вы помните, как генерал Грачев сказал президенту Ельцину, что он возьмет Грозный за два часа силами одного полка? Вот это презрение к потенциальному, так сказать, противнику, да, это презрение, оно, конечно, стоит страшной крови всегда. Я-то думаю, что украинцы будут защищаться, да еще как. Вот спрошу-ка я Александра Демченко. Александр, смотрите, как украинская сторона реагирует на бесконечные обвинения в выстрелах, в провокациях, в диверсантах. Как ей от этого, мы уже когда-то с вами об этом пытались говорить, как ей от этого отбиваться, от этого вала? Я просто процитирую вам сегодня этот незабвенный Эдуард Басурин, который все время здесь, теперь он в Москве. Они все почему-то в Москве, они уже там особенно почему-то не считают, что нужно находиться там. Все их лидеры погибали в ТУ, никто не погибал на фронте. Да, нет, ну в лифте все-таки там у себя в Донецке. Кто? Ну в лифте-то, в Донецке это же было дело. Правда, это не фронт. Не в Донецке, не на линии фронта, не на линии фронта. Одного в лифте, другого в кафе, третьего еще где. Так вот, вот, Александр, я вам что расскажу про Басурина, что, во-первых, его спросили, а зачем вы продолжаете эвакуировать, если вот вчера же вас обещали поддержать, ну, русские люди, там, войска российские, эти самые депутаты и так далее. А он говорит, ну люди же все равно боятся, вот они слышат выстрелы и боятся, их надо эвакуировать. Хотя они, в принципе, они говорили о том, что они слышат выстрелы все восемь лет, все восемь лет стреляют украинцы, и почему все восемь лет не происходит эвакуация, совершенно непонятно. Это первое, что он сказал. Второе, что он сказал, очень любопытная вещь. Вот вчера на всех украинских каналах была эта строчка, что российские войска уже вошли, все, они уже вошли, обложили эти территории. Он как-то не очень уверенно об этом говорит. Он говорит, когда ему говорят, что вот российские войска будут ли на вашей территории, он говорит, да в принципе они нам так особенно и не нужны. Он говорит, нам бы вот ПВО, чтобы воздух закрыться, воздух и закрыться. А так зачем они нам? Типа, представляете? Вот Леонид рассказывал про опросы в России. Мы не можем получить объективной какой-то социологии с территорией подконтрольной ДНР и ЛНР на Донбассе. Я вот целыми днями в последние дни вот общаюсь с людьми, которые живут там, нам передают данные, рассказывают о состоянии дел. Вчера нам вот первое видео прислали о передвижении военной техники. Мы еще не идентифицировали ее, это российская техника, или которая уже была там раньше завезена. Но суть в том, что само по себе настроение на этих территориях после вот этого вот акта признания, подписанного указа, люди на самом деле не ликуют и нету там каких-то праздниц, радостей, люди напуганы, они ждут, что от этого только хуже будет. То есть получается такая ситуация, что все прекрасно понимают, что вот эти вот сценарии развития дальнейшего возможной войны, там большой, которые точно затронут их, их всех коснутся. Тут нету такой ситуации, как было, например, в Крыму, да, в 2014 году, когда там было вот это так, признание, потом присоединение, когда там ликования были. Вот никто не выходит на улицы радоваться, люди ждут только худшего, что может стать еще хуже, чем было до этого. Это касается как раз таки вот этого вопроса, введения, возможном введении войск, потому что все прекрасно понимают, что в таком случае война перейдет на новый этап, еще более, больше кровопролитный. Это в первую очередь затронет этих людей, которые живут неподалеку от линии разграничения на Донбассе. А вы считаете, что все-таки нет вот на эту минуту какого такого массированного ввода чего-то другого, чем то, что было раньше, нет сейчас, вот в эту минуту? Да, да, да. Нет тут подтверждения. Мы видели, вот фиксировали колонну, которая двигалась в сторону линии разграничения по Донецку, но понимаете, там ситуация была до этого такая, что действовали минские соглашения, и согласно им определенные калибры техники, артиллерии были отведены на 20-30 километров от самой линии вот эти разграничения. Теперь же фактически, когда были признаны эти так называемые, да, псевдореспублики, то и фактически и минские соглашения не действуют, и это еще один такой толчок к тому, чтобы конфликт снова перешел в новую фазу и разгорелся. А спастись от этих обвинений совершенно невозможно. Вот министр обороны Украины говорит, президент Украины говорит, что нет, мы не ведем там боевых действий, мы не направляем наши орудия там на школы, детские сады и так далее. Нас там нет, теперь говорит, естественно, Украина, мы туда не стреляем. Это можно все видеть, отслеживать вообще, как это формируется, эта новостная повестка. Вот, например, одна из новостей, которая вчера была, что якобы украинские диверсанты заминировали автомобиль и собирались его подорвать, то ли там, где будут ехать автобусы с беженцами, то ли еще где-то в людных местах. И это все информацию и на российском телевидении, и на телевидении, которое работает там, под контролем ДНР, ЛНР, иллюстрируют видео автомобиля, который мы уже знаем давным-давно, это в 2017 году было там случай, когда кто-то перевозил что-то взрывоопасное в автомобиле на тех территориях, этот автомобиль потом взорвали на полигоне, чтобы не разминировать, никто не пострадал. И вот иллюстрирует этим всем видео. То есть мы видим, что формируется такая фейковая вот эта вот новостная повестка и просто постоянное нагнетание о том, что это вот создает Украина такие вот террористические какие-то ячейки, забрасывает диверсантов, взрывает газопроводы и так далее. Ну, вообще-то, если говорить о мотивации, уважаемые гости, я, в общем, случайно познакомилась с человеком, родственник, которого находится сейчас там. Родственник — это российский контрактник, который находится сейчас там. и, ну, я не буду детали пересказывать, не дай бог, навести на человека, хотя все детали есть. Откуда он контрактник, где он служил, куда его перебросили, сколько пунктов он прошел, в каких он сейчас условиях живет. Масса деталей, что там происходит. Он много чего рассказал, просто не хочется, потому что вычислять начнут. Но важную вещь, которую он сказал, что они же контрактники, они же имеют право оставить эту службу и уйти. Люди пишут про порта. Они пишут, что я не давал клятву служить на чужой территории, защищать ДНР или ЛНР. Я вот присягу приносил защищать свою страну, а не чужую. Уходят. Его родственник спрашивает его, почему он не уходит. Это же опасно. Вот сегодня, завтра начнут. Тем более, что они даже знают, когда и так далее. Опять же, без деталей. Он говорит, ну а вдруг не начнем, не пойдем, не вторгнемся, а я деньги потеряю. А жена не пускает. Нет, выпускает. Этот его выталкивает, говорит, пиши тоже рапорт. А он говорит, а жена, говорит, потеряем доход этот. А вдруг... Он говорит, конечно, если пойдем, я попробую соскочить как-то. А то он говорит, поздно будет. Что делать? У меня есть знакомая в Луганске. Кстати, вот насчет того, что там, как люди относятся. Вот она мне рассказывала. Она в каком-то спальном районе там живет. Значит, приходит. Ну, это еще пару лет назад было. Значит, приходят какие-то незнакомые люди. А город небольшой. Говорит, мы в лицо-то, в общем, многих знаем. А их мы никого не видели. Значит, приходят эти люди, ставят батарею. Прямо во дворе дома, жилого. Они к ним приходят, говорят, ребята, вы что делаете? Мы же здесь живем. Будут же стрелять в ответ. А вы, говорит, уезжайте. А им пофигу. Абсолютно. Уважаемые коллеги, я хотела познакомить вас с выступлением Владимира Путина полуторачасовым. Мы попытались бы его уложить в три минуты. Но я не знаю, ну, стоит, не стоит, как вы считаете? Мне вот вчера вот так хватило. Вот хватило. Знаете, что, я тоже думаю, что вчера всем хватило. И нашим уважаемым... Дело в том, что все слушали, потому что все бояли, к чему-то он... И всем долго пришлось терпеть эту лекцию по истории, так называемой истории глазами Владимира Путина. Да, тогда он по делу пришлось слушать. Но я хочу все-таки один фрагмент обсудить. Единственное, там два было очень нехороших момента, когда он, ну, там явно он говорил, что это наша страна. Мы накажем одесских... Вот в его представлении все, что случилось в Одессе, это некая банда загнала людей, которые шли на мирную акцию в помещение, подожгла их там бензином, залила, вот, и убила, и их распустили, отпустили, а мы их найдем и накажем. Он так себе представляет эти события. Он даже не знает, что там на самом деле было. Ну, вот раз, накажем. Поскольку эти не наказали, мы уже накажем, потому что мы здесь будем хозяева. И вот это, конечно, фраза о декоммунизации, ну, я бы хотела, я понимаю, что вы не психиатры, но какой-то расшифровки. Причем Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом. Собственно, как уже сказал, в результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина» имени Владимира Ильича Ленина. Он ее автор и архитектор. Это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, которые буквально втиснули в состав Украины. Потомки посносили на Украине памятники Ленину. Это у них декоммунизация называется. Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация. Что это было, Леонид? Ну, у него масса каких-то недоговоренностей. Вот он говорил эту речь, да? Вот он скажет, вот это и там еще были такие же примеры. И вздыхает и замолкает. А что ты имел в виду? Ты что сказать хотел? Что ты имел в виду под декоммунизацией, которую мы им продемонстрировали? Мы им продемонстрировали. Это чего вообще? Настоящую декоммунизацию мы им покажем. Что он имел в виду? А Бог его знает, да? Я подозреваю, что он сам не знает. Что он сам не знает. Вот это вот его вся речь. Понятно, что она была написана? Он читал суфлеры, это понятно. И там много дублей, потому что галстук этот знаменитый. То он так висит, то так висит. Теперь опять так висит, снова так висит. В общем, это все, конечно, ужасно совершенно. Лен, я хочу сказать вещь важную, ей-богу. Я думаю, что вот эта война может быть концом нашей страны. Когда Гитлер под аплодисменты населения Рейха и населения Судзетов входил в Судзеты, когда он под овации входил в Вену, то никто не думал о том, чем это закончится. Закончилось это уничтожение той Германии. Просто уничтожением абсолютным. Закончилось это тем, что будущее Германии через пару поколений, восстановив вообще какой-то авторитет и прочее, потеряло те территории, не только те, которые он захватил, но и другие, которые, значит, он не захватил, которые были до того в составе Рейха. Я очень боюсь, что это начало конца нашей страны, которая тысячу лет стояла, действительно. И я думаю, что это абсолютно реальная вещь. Я использую слово боюсь, не потому, что мне так важно, чтобы страна оставалась ровно в этих границах и так далее. Я думаю, что люди важнее границ, люди важнее территории. Я потому этого боюсь, что, похоже, Владимир Владимирович все-таки все сожалеет, что у нас Советский Союз распался не как Югославия, а давай, чтобы было как Югославия. Я боюсь, что прекращение существования, переход существования нашей страны во что-то совершенно другое будет сопровождаться жутким кровопролитием и страданиями наших соотечественников. И в этом смысле я думаю, что эта война даже большая трагедия для нас, чем для Украины. Я уверен, что Украина в конечном счете победит. Но в конечном счете она победит. Не та эта страна, не такая она маленькая, она огромная, не такая она слабая, она сильная, чтобы ее можно было захватить, как захватили там какую-нибудь Южную Осетию. Понимаете, это вот не это. Это совершенно другого типа структура. Поэтому я думаю, что они в конечном счете победят. Они пройдут через жертву, они пройдут через тяжелый, конечно, период. Но, а вот мы, мы проиграем окончательно. Мне так кажется. Спасибо, Леонид. Я спрошу Бориса Вишневского о его впечатлениях от этой замечательной речи, от этого исторического эскурса, или куда-то туда, в какую-то историю, как он ее видит. И особенно, все-таки, вот, Борис, начните вот с этой, как вы понимаете эту фразу, мы им покажем настоящую декоммунизацию. Вот мне, например, интересно, как вы ее понимаете. Знаете, эту речь бессмысленно анализировать с помощью рациональных аргументов. У Путина вообще иррациональное сознание. Он действительно живет в придуманном мире, он живет в изобретенной, в самим осажденной крепости, где снаружи враги, внутри предатели и пятая колонна. Вот, повторяю, вот этот псевдоисторический бред, в котором была наполнена его речь, ни малейшего отношения не имеет к реальным событиям. Куда важнее, кстати, обратить внимание, что он ни разу за всю эту речь не произнес такие слова, как право, закон, международный договор, хотя в том числе его подпись стоит под договорами, которые гарантируют территориальную целостность Украины, Украины, вы международно признаваемые в этом границе. Это все есть, это никто не денонсировал, это обязанность соблюдать, но это все растопано, как ничего не значащий бумажник. Думать, что он имел в виду там под декоммунизацией, я думаю, что это всего лишь фигура речи, на самом деле, как минимум нынешим коммунистам он должен быть крайне благодарен, это же они же взяли на себя миссию внести проект постановления об обращении о признании РНР и ДНР, и именно коммунисты в Государственной Думе там яростно там сегодня за это все и голосовали и это поддерживали. Борис, я скажу сейчас одну вещь, вы только не обижайтесь, хорошо, но я скажу честно, что я сейчас думаю, я уже второй раз это думаю. Вот вы сейчас, наверное, опять заговорили об умном голосовании, я смотрю украинские шоу, и у них вот вся эта драматическая ситуация с Путиным, с Россием, это всегда повод почему-то опять наброситься на своего президента. И вот это кажется так вроде не кстати, но они тем не менее это постоянно используют как повод. Я не знаю, кто для них больше враг, президент или Владимир, президент России или президент Украины. Вот мне непонятно даже вот из этих шоу. И вы тоже всякий раз говорите об этом умном голосовании, ну разве сейчас время, ну правда, ну честно, ну не обижайтесь. Разрешите, я закончу. Я говорю сейчас о том, что когда Путин говорит там о какой-то декоммунизации, это не более чем фигура речи, это вообще бессмысленно анализировать. И речь о том, что, конечно, его выступление это пророк к возможной войне. Он, конечно, видит там себя, ну как я опасаюсь, там новым, там Сталином, который вместе с Черчиллем и Рузоветом там сидит и делит мир на сферу влияния. он считает, что при военном столкновении там, запад не придет там реально на помощь Украине и можно и дальше угрожать войной, можно вести любые, в том числе и силовые там действия, потому что они слабаки, они все равно отступят, они не решатся, они все равно потом, как вчера, мы говорим, и для этих на Совете Безопасности, придут и будут просить переговоров и все вернется к прежнему состоянию. Я, кстати, все равно очень благодарен опять же за показ этого заседания, потому что мы реально увидели там люди какого, в том числе интеллектуального уровня, каких там способностей и с каким характером они управляют там страной. Борис, абсолютно согласен, если бы этого заседания не было, его стоило бы придумать. Нам нужно ответить на вопрос, который поставлен давно, и зафиксирован в обращении Государственной Думы к главе государства. Вопрос о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Но, насколько я знаю, подавляющее большинство граждан нашей страны такой шаг поддержали бы. Поэтому здесь речь идет о защите в первую очередь граждан нашей страны, и наших соотечественников. Я полагаю, что пришло время принимать решение. Дальше забалтывать, заматывать, делать вид, что это исполняется. Просто аморально. Но убежден, что вам будет дан отрицательный ответ, с вами не согласятся, и поэтому единственное решение это признание. Считаю, необходимо, конечно, довести нашу позицию, если хотите катализировать ее, и в случае никаких подвижек, если не будет, признавать ЛНР и ДНР. Однозначно необходимо признавать эти республики, их правосубъектность. Я считаю, что мы должны признать Луганск и Донбасс. Мы не можем смотреть равнодушно все уже 8 лет на то, как издеваются над нашими соотечественниками, над нашими гражданами, поэтому я не вижу другого пути. В этой ситуации я считаю, что нам не оставили выбора, поэтому я однозначно говорю, да, да, надо признавать. И я абсолютно убежден, необходимо реализовать их право и защитить их. Убежден, что принятие решения по признанию этих республик как раз и будет способствовать этому. Мы реализуем эту надежду. Однозначно. Конечно же, признание этих республик обязательно. И хочу сказать, нам нужно идти дальше для того, чтобы защищать свою сторону. Вчера было в кавычках все замечательное выступление какого-то там сенатора, кажется, по фамилии Рюнбухин. Он сказал, да, на восстановление ДНР надо полтора триллиона рублей, и у нас они есть. Интересно, вот как российские граждане на это отреагируют? Им повысили пенсионный возраст, им не нашли денег на индексацию пенсии работающим пенсионерам, там нет денег на школы, на поликлиники, на прямые выплаты гражданам во время эпидемии, на лекарства нужно всем миром собирать, а полтора триллиона запросто можно найтись на Донецкую республику, так называемую. Это вообще что такое? Как это воспринимать? Ну и последнее, вот к сожалению, приходят прямые аналогии с прошлым, точнее с 1939 годом. Я вчера все ждал, что речи президента прозвучит там что-нибудь вроде что Украина это уродливое детище Беловежских соглашений. Если кто помнит историю, когда нападали на Польшу в 1939 году, когда СССР фактически захватил часть Польши, это все официально в газете «Правда», рассказывалось, что ничего не осталось от этого уродливого детище Герсальского договора. Вот вчера это все было очень похоже. Это попытки восстановить империю, это фантомные боли порухнувшей империи. Но империю восстановить невозможно. Я не могу себе представить, что бы сегодня в выступе премьер-министр Великобритании и стал еще что-нибудь рассказывать о исторических правах на нашей бывшей территории, например, на Канаду, или на Индию, или на Австралию. Стал бы говорить, что об Индии нет никакой государственности. И, в общем, неплохо бы им помнить, что мы можем в любой момент это вернуть себе. Кстати, и в Соединенных Штатах народ говорит на английском языке и так далее. Это все было воспринято как сигнал для того, что человек нуждается в помощи психиатров. А когда у нас вещами наступает право государства, это якобы нормально. Уважаемые коллеги, я очень хотела бы, чтобы особенно Александр Демченко, мой коллега из Донбасс-Реали, послушал опрос сегодняшний прохожих, в которых мы спрашивали, понимаете ли вы, зачем эвакуируют людей с этих территорий. Давайте посмотрим. Вы поняли, почему вдруг стали эвакуировать жителей ДНР и ЛНР? Честно говоря, я вообще не понимаю, что происходит вообще у нас. Война, идти. Люди переживают за свою собственную безопасность. Потому что делится территория, сейчас там идет война, военные действия, и людям там сложно жить. Политические цели, конечно, последуются Российской Федерации из-за бомбежек. Потому что обстановка обострилась, очевидно, на границе. 8 лет было относительное затишье, подстреливали, а сейчас, видно, начались сильные артобстрелы. Время пришло, наверное. А я сам оттуда. Не знаю, почему сейчас. Сам задаюсь этим вопросом. Просто не закончить это все. У меня там сестра, я ее жду. Я уже ей позвонила. Ну, не знаю, наверное, так политика все. Я давно ее уже жду. Она мне вчера прислала смс-ку, ура, мы теперь Россия. Ну, потому что обстановка, наверное, назрела. Это очень сложный вопрос. Ну, я думаю, что это было спланировано все. Ну, скорее всего, в России. Ну, по крайней мере, отсюда это так выглядит. Похоже на это. Ну, это правильно, мне кажется. Это политическая точка зрения России. Пускай наши главы государства решают ее сами. В основании нашего мнения. Я думаю, Путин вчера выступал не зря. Хороший вопрос. Но я думаю, поскольку Путин вчера нам обещал, и я думаю, что-то нас ждет. Не буду громко высказываться, но придется карьерировать не всего война. Как я считаю, сейчас пойдут более активные действия со стороны других стран, с нашей стороны. Потому что это угрожает их жизни и здоровью. Ну, если бы не эвакуировали, смысл вводить в войска. Это все игры большие между большими странами. А Украина разменная монета, вот и все. А люди это жертвы. Итак, мы провели опрос в нашем твиттере. Понимаете ли вы, почему эвакуируют жителей ЛНР, ДНР? Первый вариант ответа. Есть реальная угроза. 49 процентов. Инсценируют угрозу. 45 процентов. Не понимаю зачем. 6 процентов. Итак, Александр, вот, пожалуйста, ваш комментарий. Делятся практически пополам люди, которые считают, что эвакуируют, потому что появилась некая новая угроза, ну, конечно, с украинской стороны, которой не было раньше, стали больше стрелять, убивать, разрушать. И половина людей считает, что это такая инсценировка. Вы знаете, как это происходило в пятницу. Сначала мы с вами как раз смотрели вот со зрителями нашей программы сюжеты программы «Время», что приезжают сейчас вот эти вот украинские диверсанты, отравливают и доводят до самоубийства все руководство ДНР. А потом уже вечером в семь часов приходит сообщение, что людей эвакуируют. То есть не только руководство в опасности, а люди. Вот вы считаете, Александр, с этой эвакуацией как было дело? Как людям объясняют, почему они должны сейчас сесть и уехать? Тут на самом деле два момента. Во-первых, несколько дней перед этим в информационном поле на вот этой неподконтрольной части Донбасса очень нагнеталась вот эта вот опасность украинского наступления, опасность возобновления боевых действий. Постоянно рассказывали об этих диверсантах, которые должны взорвать то газопроводы, то школы, то еще какую-то инфраструктуру. И многие люди действительно были напуганы. Второй вариант, что было принято решение о вот этом выплате 10 тысяч рублей обещанных, которые еще не выплачивали для людей, которые будут выезжать на территорию Ростовской области, которых будут вывозить. И вы понимаете, что в том же Донецке и Луганске уровень заработных плат очень низкий. Он там, естественно, и по сравнению с Россией, и с соседней Ростовской областью, и по сравнению с подконтрольной частью Донецкой и Луганской области Украины. Поэтому для людей вот эти вот 10 тысяч рублей и возможность просто бесплатно куда-то прокатиться и вернуться, это дополнительная возможность просто заработать деньги. Другой вопрос в том, что в каких условиях когда эти люди сейчас находятся, как их вывозили, вывозили детей, которых садили на неприспособленные автобусы, вывезли там некоторых в пионер-лакеря летние, в которых нету даже возможности там отопления в семейный период. Это другой вопрос. И мы вот вчера общались, наш корреспондент в Таганроге, да, общался с людьми, которые там находятся. по большому счету люди сами не понимают, почему они до сих пор там, почему они еще не вернулись. И многие уже возвращаются, да, там в Донецк и в Луганск, потому что нет условий для их пребывания. Понятно. А вам стало понятно, Леонид, зачем их увозили? Ну, конечно. Ну, это просто провокация, провокация наших властей, которые осуществляются руками этих бандитов, там, Пушилина и прочих. Вот, это поиск казуса Белли, это поиск повода к войне, который они ищут. Я думаю, что война будет достаточно серьезная. Я уже сказал, я думаю, что это угроза существования нашей страны. И я думаю, что нас ждут крайне тяжелые времена. И дай Бог нам сил пережить их достойно. Ну, вот, а я продолжаю надеяться, что Владимир Путин слушает Леонида Гозмана, и он поймет, что не надо, не надо соваться. До свидания. Ну, ну. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова